Такой викинг, настоящий нордический парень здесь в составе этих датчан. Ну что же, карта нюк, очень интересный выбор. Опять же, слышали наших аналитиков, весь расклад по нюку они дали. Но, честно, мне очень нравится, как здесь играет команда Hellraiser's. Очень большое количество раундов у них, очень большое, интересных, разнообразных. Но вот вопрос, как они им будут пользоваться, это уже другая история. Ну, Hellraiser's готовили эту карту, действительно сделали они ее, ну, своей, если не сигнатурной, то одной из очень сильных карт, пусть ножи сейчас выигрывают Дигнитас, наши аналитики отмечали, что те, кто, ну, начинают в защите, чаще, в общем-то, и выигрывают. Статистика по картам, которая тоже озвучивалась нашими потрясающими аналитиками, впечатляет у команды Дигнитас. 7 побед, 2 поражения за последние 3 месяца. Для такой новой карты, как нюк, это действительно впечатляющий результат. Ну, а что касается команды Hellraiser's, на карте нюк за последние 3 месяца, ого, что-то тут такое, 20 на 14 у них, ну, такое не может быть. Ну, ладно, не столь важно, важно, что Hellraiser's эту карту действительно готовили. Много-много было очень интересных, хороших нючков таких, отыгранных этим коллективом. Надеюсь, сегодня, вот, кстати, Бондик, наконец, покажет весь свой уровень, потому что приходил, можно сказать, звездой в коллектив Hellraiser's. Ну, в принципе, таковым он и остается, но хотелось бы, конечно, от этого парня, как всегда, побольше сочных фрагов, как старые добрые времена. Ну, да, ребят, начинаем. Все, удачи коллективам. Ну, как всегда, двойней важный пистолетный раунд за атаку, его берешь, не отдаешь фарсе, это целых 3 раунда, а вот на нюке эти 3 раунда за атаку, это просто мана небесная. Все, удачи командам, нам с вами, друзья, и, конечно же, второму дню чемпионата SLI League. Конечно, также не будем забывать, что это Best of One, соответственно, второго шанса у команд уже не будет. Ну что ж, выход на рампы вдвоем, Magic's Boy решает не рисковать, промахнувшись дважды, он просто уходит подальше, чтобы не батить на себя внимание. Да, я вот не обратил внимание, дернули дверь или вышли из будки, там немножечко отвлекли внимание и моментально вышли под B. Ну, пока что все хорошо, начинается для команды Hellraiser's. Ну, вот это история нюка, а что делать дальше, вот? Ну, вот пока еще не вышли, заняли пространство под девяткой, вот в чем дело, да. Ну, отжали рампы. Да, теперь-то, по сути, появляется пространство для маневра, появляется возможность выбора, может быть, сейчас нашими молитвами отстрелят еще и Каджунби на девятке, будет вообще просто сказка. В общем, Бондик, наверное, идет как раз-таки за этим, Каюнбы должны здесь забирать, но Каюнб живет, забирает Бондика, пытается отстрелить еще и девятку, неужели отстрелят? Это просто полный какой-то провал здесь случился в итоге. Ну, здесь, на самом-то деле, еще равненько разменялись, а вот на другом фланге уже полкоманды, да почти вся команда упала, остается один стик против троих. И, ну, жестко Каджунби отыграл, вот заметь, как его дергали с лестницы, со всех позиций, он все равно ждал выхода в спину, поставил хэдшот, выбил бомбу. И, да, как всегда, сложные, интересные раунды у Hellraisers, но иногда вот стрельба в пистолетном раунде просто все это дело отменяет. Очень долго действительно забирали Каджунби, ничего не скажешь, стика с тэк-найном. Вот казалось бы с тэк-найном, но вряд ли что-то сможет поделать, хотя еще парочка таких хэдшотов, и, может быть, пистолеточка и залетит. Теперь уже можно играть. Установлена бомба, что ж, он дает фейк по установленной бомбе, на этот фейк дергается и мейн, и синий. Он понимает, откуда соперники будут открываться, забирает МСЛ, но не успевает установить бомбу. Действительно, что ж, найстрайс, стика, он, по-моему, сделал все, что мог. Ну, еще и на нервах застрял в окошке, бывает такое. Ну, кстати, вот, да, Каджунби сыграл классно, но, опять же, вот, все-таки, наверное, фишка эпизода не на этой позиции. То, что мы не увидели, вот, интересно посмотреть, где же там ребята так поотлетали моментально. Ну, один минус сделал еще Рубина, нужно посмотреть просто, где его позиции, тогда все станет ясно. Но основную работу, согласись, сделал именно Каджунби. Два кила на девятке, не пропустил по таймингу соперника, в общем-то, соперники не смогли сплетануть точку А. Вот так вот и получилось, 1-0, при этом Ашер делает, ну, вот такой полубай, который сейчас в моде в последнее время тратится примерно половина денег на диглы. Вот, в общем-то, что мы сейчас и видим. Да, диглы, опять же, показывают себя, как всегда, хорошо, все лучше и лучше. Ребята все лучше и лучше стреляют с этих девайсов. Ну, и, в общем-то, дигл подтвердил право на жизнь в таких раундах. Ну, и давайте посмотрим, что придумают все-таки ребята из команды Hellraiser. Все-таки они пока что в первой половине будут выступать первым номером. Именно они создают давление на своих соперников и, конечно же, начинают атаку. Поэтому, ну, вот переключаемся уже на улицу. Здесь был небольшой контакт у Смайка и его тиммейтов. В это время потеряли Стика, но, может быть, получится забрать конфига, например. Тем временем, Маджиксбой отстреливает Стика совершенно просто. Стика, обратил внимание, единственный, кто в команде Hellraiser в этом раунде играл с армором. Открытие, увидел второго, понимает, что в целом основной костяк будет на улице. Стика, Джин Би, саппортит своему тиммейту, забирает Ангела. Ну, и осталось, в общем-то, только разобраться с улицы до конца. Вряд ли у Hellraiser получится в этом раунде даже просто поставить бомбу. Но нам, тем временем, показывают интересное укрепление на точке А вдвоем на вагоне. Интересное решение. Ну, в это время там уже улицу разобрали. Минус два в исполнении Дигнитос. Конфига не смогли. Не то что забрать, даже пули в него не смогли попасть. Он пока что сотый. Вот первый дэмэдж. Но это конец раунда. Отличное начало для защищающейся команды. И вот все-таки мы понимаем, по крайней мере, Hellraiser понимают, что простого матча у них уже, скорее всего, точно не будет. Разве что сейчас как-то смогут переломить буквально с первого оружейного. И дальше там какие-то неимоверные раунды за атаку показывать. Но я уверен, что мы все прекрасно понимаем расклад. Но все-таки пока нюк карта достаточно специфичная. И для Hellraiser является действительно такой вот промашкой. Проигрыш ножевых раундов. Проигрыш сайт пика. Но раундов 5-6, конечно, парни должны забирать. Пока просто попытка пропушить А. Снова молотов под ноги. Рубина забирает одного. Сжигает второго уже после смерти. Стика его разменивает. Массель подключается. И на второй волне приема забирает Зера. Бондик вновь дает хэдшот конфигу. Но Ашер в меньшинстве. Понятно, что это эко. Нужно ставить бомбу. Но даже бомба у ребят потеряна. И вот интересно, как в такой ситуации поступят Бондик плюс Стика дальше. Ну вот пошел один игрок на улицу. Скорее всего попытается зайти на главку. И подобрать там девайс, который Бондик выбил. Здесь, кстати, интересно, что бомба потеряна под Б. Все-таки мы видим, что пытались ее унести в вентиля. Немного буквально не получилось. Чтобы действительно реализовать этот план. Поставить бомбу. В общем-то, таков он и был. Но Дигнитас... Ох, вот теперь уже интересно. Извини, что перебыл. Но история действительно может получиться. Если Стика не потеряет тайминг, а он потерял. К сожалению, Мэджикс в бой отлично зашел в спину. И несмотря на старания Бондислава. Да, здесь безукоризненно. Здесь его зажимали с двух сторон. И даже если бы он там каким-то чудом отстрелил радио, его бы все равно забрали с синего. То есть он здесь был обречен. А Владислава Чапарчук действительно в одиночестве с UMP-45. С огнем и волей победы в сердце будет вытаскивать без армора этот клатч один в три. Но времени у него 30 секунд. Понятно, что это скорее сказка, чем то, что может произойти на самом деле. Ну, подфармить можно попробовать. Наверное, нет смысла оставлять себе этот девайс. Скорее всего, там калаш будет с армором. Поэтому все хорошо. Ну, еще денег за сейв не дадут. Конечно же, нужно умирать. Да, да. Поэтому попытается за эти последние секунды что-то, наверное, сделать Бондик. Хотя сейчас увидим его окончательное решение. Чуть-чуть там не дочекал уголочек. Побежал. 7 секунд за бомбой. А вот тут вообще не ожидал увидеть MSL. И 3-0. Ну, вот ты сказал 5-6 раундов. Знаешь, если 5-6 раундов за атаку заберут Hellraiser's, это будет очень круто. Вот честно. Тут еще нужно попробовать. Для начала 1 давай. Для начала 1. Ну, хорошо. Такой раунд победы. Посмотрим. Ведь девайсный раунд будет прямо сейчас. И Hellraiser's должны закупаться на всю катушку. И, наконец-то, показывать свои заготовочки. Все-таки терять парням уже нечего. Нужно демонстрировать свой максимум. Есть хороший раунд прокидка через дверь на точку А у них. Ну, мы потом в итоге смотрели один нюк у Hellraiser's. И в итоге сделали вывод, что все-таки ребятам надо больше улицу играть. Но это будет тот самый коронный раунд. Вот эта прокидка и выход дверь троих игроков. Ну, в принципе, это все знают. Наверное, весь мировой топ это прекрасно знает. Да, наверное, плюсом является еще и факт неполного бая у Дигнита. С 2 и у МП-45 мы видим на руках у Датчан, у Мэджикс Боя и МСЛ. У Hellraiser с другой стороны 5 АК-47. В общем-то, все хорошо. Мы видим, Бондик занимает подходы к девятке. Пойдет хозяйничать на улице. На улице, кстати, играют два датчанина. Мы видим одного из них. Бондик вполне способен отстрелить. Ну, он и офлешил здесь двоих. Ну, тут, видите, опасная такая тонкая ситуация. Можно нарваться на АВП. Ну, по крайней мере, выжил. Вот сейчас интересная история. Минус уже Энтри от Стика и будет выход. Теперь вопрос куда? Уже налево-лево пошла перетяжка. Давайте посмотрим, как здесь будут зажимать Мэджикс Боя. Приемка рампом. Отлично. Мэджикс Боя вместе с Конфигом принимает этот выход. Он на самом-то деле был бесшансовый. Теперь осталось демонстрировать свою стрельбу. Ангел ее показывает. Забирает Конфига, однако не успел. Он все-таки десантироваться в рампы. Его отстреливает Каджун Би. И Бондик вновь остается один. Бондик, ну, в общем, имеет неплохую позицию. Будет он заходить в позицию, которую Каджун Би, скорее всего, не ожидает. Хотя, тоже не факт. Видишь, сейчас Хелл Рейзерс попытались удивить соперников. Классно там, неожиданно, вроде бы, казалось бы, перетяжка на точку Б, но все равно здесь было двое. И хелпующий игрок, и первый стопор, и они вдвоем потушили четверых. Это, конечно, провал от команды Хелл Рейзерс. Но Бондик продолжает бороться. Ситуация один на один. 21 секунду. Бомба где-то здесь, рядышком, он ее уже подбирает. И соперник, на самом-то деле, далековато. Покажите нам, пожалуйста, Рубина, если есть такая возможность. О, вообще шикарно. Ну, да, с другой стороны, Рубина услышит. Он не под Б. Бондик десантируется, устанавливает бомбу. Рубина действует максимально нестандартно. Подходит к плентам вплотную, ведь Бондик не будет к этому готов. И минус от Рубина. Хотя сам он после этого хедзапа остался красным. И повези Бондику чуть больше. Он мог бы этот раунд вполне вытащить. Но Найстрай, опять же, можно написать. Он при ситуации 1-2 забрал снайпер, установил бомбу. Сделал, опять-таки, все, что мог. Немножко не повезло. Еще раз отметим, соперник был красный. Да, с фрагами все хорошо. Опять же, хорошо, что бомбочка была. Вот, как ты отметил. Посмотрим на экономику сейчас команды Hellraiser. Пока ничего страшного не происходит для этого коллектива. Все, опять же, прекрасно понимают расклад. Это нюк, это атака. И это все очень-очень сложно. Да, конечно, со временем, я думаю, топ-коллективы научатся атаковать. Там брать свои 7-8 раундов. Но пока мы этого не видели. Пока вот эта лестница на улице измененная особо ничего не добавила атакующей стороне. А вот всякие вот ящички под Б, под рампами. И вообще вот вся структура карты нюк. Ну, говорит о том, что здесь, в принципе, играя в защите, половину раундов можно брать в меньшинстве. Тем не менее, показательным является тот факт, что помимо всех других карт, обе эти команды вышли действительно на нюк. Значит, ну, рассчитывают они на эту карту. Значит, готовили в том числе и атаку. Пока Жангелу не везет. Он отлетает в андеграунде. Отличное начало для датского коллектива. Вновь это попытка отхалор... Ну, не то, что вновь. Просто попытка раскидаться и выйти на плент А. Он, в общем-то, неплохо защищается. Один игрок в девятке, один на синем. Казалось бы, стандартные позиции. И вот здесь интересно посмотреть, как же Халлрейзер будут с ними справляться. Вот хотелось бы меньше моментов таких видеть в игре. Ребята, зашер, понятное дело, такой идеально. Никогда не сделаешь, но чтобы всегда кто-то был на размене. Вот, все-таки, видимо, там большая ответственность была на Ангеле. Нужно было ему и не умирать, и еще и минус дать. Но это всегда очень сложно. Вот китайцы вчера, вот честно, порадовали. Хороший КС. Вот матч против Нави. Одно удовольствие было смотреть. И против героек тоже очень хорошая игра. А тем временем Стика вместе с командой уже вплотную подбирается к пленту Бео. Начистил рампы в соло. Забрал соперника. Не дал возможности Каджунби себя разменять со снайперской винтовкой. И вот он, друзья, момент истины. Тем не менее, Халлрейзер неужели принимает отчаянное решение оттягиваться обратно с рампом и выходить на точку? А это то, к чему Дигнетас вряд ли будут готовы. Правда, Каджунб увезет. Прямо на него на улице открывается бондик, которого Каджунби отстреливает. Да, и какая ошибка от Каджунбис, Майк. Великолепный минус. Отличная перетяжка от команды Халлрейзер. Но ты видел, насколько было сложно выходить на Бео. Там новая комнатка сбоку. Они не пошли. Они просто не пошли на Бео. Теонулись обратно по да, в итоге потеряв всего лишь двух игроков. При этом одного в самом начале. Халлрейзер выигрывают раунд. Все было действительно просто. Тамека должен быть. По идее. У Дигнетас сейчас мы посмотрим. Да, они четырех игроков теряли в позапрошлом раунде. Они постоянно теряли игроков. И на самом-то деле, несмотря на счет, сейчас там должно быть небольшое количество денег. Давайте посмотрим, что там у нас на карте. Ну и самое главное для команды Халлрейзер, что вот так быстро они смогли взять тот самый первый раунд. И, ну, видишь, пока еще деньги остаются. Вот она, закупка под ноль. Мы видим, полностью все потратила команда. И скаут. Да ладно, он работает. Хангелу снова не везет. Уже второй раунд подряд именно на Кирилле Карасеве делают энтри-фраг. Каджун Би. Еще и со скаута, да. Это тот самый Каджун Би, которого кикнули из команды Астралис. Тот самый Каджун Би, которого в свое время еще из того состава по тегам Дигнетас тоже кикали. В общем, как-то не везет ему с той командой. Но, дай бог, повезет с Дигнетас. Ну, красавчик, конечно. Ну, тут тоже решение все-таки опять их сыграть агрессивно. Там где-то на отстрел. В очередной раз не прошло сейчас у Ангела. Хотя он в данный момент в очень хорошей форме, может себе такое позволить. Но досадно, там бы один дым пройти, и пусть бы он со своим скаутом потом бегал, выбивал бы. Ну, видишь, у Ангела, наверное, логика была, как и у нас с тобой. Денег, скорее всего, не будет. Максимум там, опять же, тот скаут. Но кто ж ожидает, что со скаутом тебе прилетит хэдшот. Пока же выход на Адхалл Рейзерс. Размены пока в пользу. Дигнетас один в один минус от Бондика. Размен от Конфига. Еще МСЛ забирает с Майка. В отчаянных попытках дать хоть какой-то размен от Хэлл Рейзерс все-таки увенчалось успехом. Стика забирает Конфига. Ну, подождите. Все-таки Стика все-таки подерется. Хотя и бомба не на руках. Вот хэдшот важнейший. Нет, Каджун Би здесь просто не пощадит никак. Жесткий разрыв. Подбирает себе КМ. 5-1. Ну, пока все неплохо. Видишь, вот мы с собой считали, считали экономику. А забыли, что это нюк. Зачем здесь защите гранаты. Ребята взяли первые арморы, взяли кольты. Один скаут. Все, есть четыре с половиной, грубо говоря, девайсов. Хотя скаут очень хороший девайс. И просто не очень легко, но в итоге нормально зашел раунд. А вот у Хэлл Рейзерс сейчас как раз-таки будет экономический. У них нет такой роскоши делать полубай или не делать. Им нужен или полноценный в атаке, или полный экономический. Отдавать шестой своему сопернику с другой стороны не хочется, конечно же. Здесь уже нужно как-то подсобраться. Но пока от Хэлл Рейзерс просто розыгрыш легкого эка в надежде поставить... Выход в мейн. Может получиться. А где же так долго был Ангел? Вот он пришел, поставил хэдшот. Конфиг забирает стика. Сразу же серия фрагов от Дигнитас. Минус Бондик. Вот он и минус Ангел. Остается молодой Зера. Кстати, самый юный участник чемпионата, если я не ошибаюсь. По-прежнему этому парню 17 лет. А самый старший на турнире у нас, по-моему, Виктор Войтас. Он же ТАС. Тридцатка, да? Да, да. Тридцатка. Вот где-то так. Вот такая возрастная категория в этом финале. Второго сезона СЛА Лиги. Если вот все-таки мы ничего не перепутали и никого не забыли. Ты знаешь, радует, что настолько разные аудитории, разные даже поколения играют в эту игру. Играют одинаково хорошо. Вчера, в частности, общались со Смайком. Там вот тоже 18-19 лет. По-прежнему он остается мейн-снайпером в команде. Сказал, с НИПами просто не пошло. Но на самом деле обычная команда выигрывать может. То есть есть уверенность. Вчера Хелл Рейзер выиграли матч на ИЛИГе. Что тоже очень важно. Смотри, что произошло. Просто если он еще уйдет вниз, это смех. Он решил не уходить вниз. Он просто занимает угловой. Пока конфиг проходит по улице. Нет, обратно решил не пойти. Вот все-таки понимает конфиг, что кто-то, наверное, мог пройти. Он слышал Ангела. Он слышал. Мне казалось, что он увидел, что Ангел ушел налево. Ангел здесь очень часто сидит. Будет чекать. Не дочекал. Какая вертушечка от конфига. Что это было? Вырубил просто с какого-то хука. Только что Кирилла Карасева. И опять уже третий раз. Третий раз по Кириллу Карасеву делают энтрифраг. Ему жутко просто не везет. Правда, не повезло сейчас и Рубина. Открыв скрип, он наткнулся на трех игроков, которые, сделав минус по Рубину, тут же ломанулись на точку Б, понимая, что это может принести им легчайший раунд. И это действительно может сработать. Ведь плент Б сейчас пуст. Дигнитас придется играть на выбивание. Хорош. Моментально все переворачивается в этом раунде. Отлично зашел стик и ставит бомбу. Команда идеально зашла на точку Б. И вот теперь давайте смотреть на ретейк команды Дигнитас. Важнейший раунд для коллективов, для хеллрейзерс экономики. Это вообще супершик. Минус от Смайка забрал MSL с UMP45. Вообще шикарно. Да, спалилась новая нычка. И, в общем-то, Magic's Boy с ней разобрался. Каджун забирает бондика в джентах. Плюсовая ситуация для Дигнитас. Попытка раздефюзить бомбу. Нет, это фейк. Смайк в него ведется. Но не забрали. Параллельно с этим стика. Минус по конфигу. Конфиг забирает Смайка. Каюн, точнее, забирает его. Пытается зажать стика. Но стика живет. И все-таки забирает дефюзящий ва-бомбу Каджунби. Это второй раунд для хеллрейзерс. И браво. Вот посмотри, как одна маленькая ошибка может принести победу твоему сопернику. Хорошие слова, конечно, в последнем эпизоде. Я согласен. Действительно, так хорош он и так плохо. Вот один из игроков команды Дигнитас, который открыл скрип, увидел там троих, тут же умер. И после этого игроки команды хеллрейзер сломанулись на Б. И таким образом, согласись, они, может быть, и не сыграли бы под Б, сыграли бы иначе, не будь этого фрага. Так, смотрите. Вот сначала раскинули гранаты, остается дым, хаешка и что это, флэш, да, у защиты. Вот что конфиг такое делает, какой-то потерянный немного, сейчас просто вылез из дыма, его забрали со скалы, легчайший фраг, по-моему, был для Бондика. Каджунб разменивает Смайка, но один из игроков хеллрейзерс уже прошел в глубину андеграунда. Да, он уже потихонечку подбирается к Б пленту, это Бондик, если мы не ошибаемся. Ну и давайте смотреть, в это время Стика готов выходить рампы, вот, кстати, идет Каджунбис, а ВП просто щелкнет его Стик, а он даже не готов, он просто вылетал. Какая жесть, какая ошибка, Каджунбис, Тика на ровном месте делает отличный минус, и теперь отличные шансы у хеллрейзерс забрать третий, а там и четвертый раунд за счет ЭКО. Ангел тем временем покидает андеграунд, все-таки решают хеллрейзерс, очевидно, разыгрывать раунд под плент Тай. С девятки никто не открывается, Дигнетас понимают свое отчаянное положение в меньшинстве, но интересно, как Ангел будет заходить в мейн, под раскидки своих тиммейтов или просто на морозе. Он решает открываться просто на морозе, это приносит легкий фраг Рубина, параллельно с этим открываются и тиммейты, не повезло Рубина, он залез на лестницу и из-за этого не смог, ну, просто расстрелять. Да-да-да, пошел разброс на пушке, это действительно досадная ошибка от этого парня, теперь уже очень молодо выглядит этот человек. Кстати, команда хеллрейзерс, наверное, одна из самых молодых, вот если в сумме, да, средний возраст взять коллективов. Мне вот, кстати, интересно, мы не проводили такую аналитику, может быть, попросим Петрика посчитать, да или сами поковыряемся. Ну, по всей видимости, да, тем временем Мэджикс Бой все-таки пытается вытащить клатч один в три, правда, времени у него немного, китов тоже нет. Тем не менее, Зеро отлетает, открытие на второго. Ну, понятно, что здесь уже хеллрейзерс раунд не отдадут, будут играть максимально саевого. И оп, нет, открывается Бондик, он тоже погибает, но времени уже совсем уже никакого нет. Ну да, уже Стика, по-моему, видел своего соперника, пошел перекрывать его с главки, но в этот момент, опять же, и второго тиммейта забрали, да и немножечко по таймингу не повезло. Ну что же, у Мэджикс Бой остается МС по деньгам, 2200, 2900, ну, в общем-то, две штуки у защиты, вы понимаете, с одним девайсом это очень тяжелая история, нужно играть эко-раунд. Ну, а небольшие повторы в исполнении конфига, как он здесь на улице уничтожает команду хеллрейзерс, ну и раунд от Стика. Раунд один в два или даже один в три, в любом случае, три фрага он сделал в том раунде. Да, там еще был фражочек, когда его загонял в аквариуме парень с тэком, на вот буквально секунду раньше. Ну что же, поехали, есть. Ох, нету кольта, моментально его просто вырубает Стика. Ну, Каджун подбирает этот кольт, тем не менее, стоит отметить, что это полноэкономически от команды Дигнитас кольт этот засейвлен, и засейвлен он был тем самым конфигом, который как раз-таки и сделал. Два килла по своим соперникам. Это должен быть легкий четвертый раунд для хеллрейзерс. Вот, мы подбираемся к тому самому комфортному счету. 10-5, 9-6, хеллрейзерс понимают, что шансы у них огромные, конфиг открывается, чудом остается в живых, 15 хп, без армора. Еще и прострелить попытались. Я вот не хочу червить, но просто вот озвучу мысль, если так пойдут дела у команды хеллрейзерс, вообще может получиться теоретически очень хорошая атака. Ну, в принципе, мы все подозревали-то, и команда хеллрейзерс в первую очередь оставив карту нюк. Вот Дигнитас все-таки вот, ну, посмотрим, конечно, что они дальше будут предпринимать, на их атаку также посмотрим. Ну, здесь самое главное дождаться атаки соперника, дождаться второй половины, ну, и хеллрейзер с тем временем вместе открываются на рампы. Каджун с подобранного девайса забирает Ангела, опять именно Ангел отлетает первым, как-то вот жутко не везет. Но роль он трифрагера, она непростая, что вы думаете? У Ангела, насколько я понимаю, именно такая роль и есть. Ну, сейчас, да, он снова вернулся вот к тому самому, самому любимому стилю. Это безумная агрессивная игра, а им игра на стрельбу, вот то, что мы видели, я не знаю, там, 8 лет назад в исполнении этого парня. Вот оно потихонечку возвращается. Минус от Zero, ну, тут, по идее, должны действительно доиграть парни. Каджун просто не дает покоя нашим ребятам, все-таки подрезает экономику периодически, но кольт сейчас не сейвится, тем не менее, парочку девайсов парни потеряли. Ну, что же, интересная игра у нас под номером один второго дня этих финалов. Самое главное, что хеллрейзерс включились рано, они не включились при счете 8-9-0 или 9-1. Они имеют комфортный счет в первой половине 4-6, при том, что бай у них сейчас объективно лучше. Дигнитас в шаге с другой стороны от экономического. Да, но, судя по вчерашнему дню, мы можем сказать, что хеллрейзерс умеет и выключаться тоже, поэтому давайте просто смотреть. Да, но выключаются они в основном как раз в атаке. Здесь-то, ну, вот, кажется, все идет неплохо. Ну, да, загадывать не стоит, я с тобой полностью согласен. Пока же просто посмотрим за очередным раундом. Никто особенно не спешит, кроме Ангела, который, опять-таки, под раскидки пытается занять андеграунд. Ну, и Стика играет на рампах. В общем, все совершенно стандартно. Ангел в позиции уже, посмотрите. Да, здесь интересно, что Дигнитас принимает несколько иное решение. Сейчас, ну, вот, улица не контролируется в близкую. Конфигом, который уже несколько раз из-за этого погибал, конфиг играет немножко подальше. Ну, там и АВП нету также, отметить. Ни АВП, ни Скаута, просто нету и Линзы, поэтому вообще просто уходят с этих позиций. Ребята, Нюк, конечно, можно играть разнообразно. Здесь куча схем у обороны. И с улицы, и без улицы, и по плентам закрыться можно вообще отдать всю территорию карты. Но, опять же, никому не советую, но... Ну, вот, кто бы что ни говорил, да, там балансный, небалансный Нюк, но карта интересная. Да, согласен. Карта действительно специфичная, и можно, как ты сказал, кучу абсолютно всего придумать. Главное, иметь, ну, хорошего аналитика, наверное, который тебе будет придумывать раунды. Ну, чтобы команда любила. Все-таки, когда игрокам нравится карта, они с удовольствием ее играют. Тут тоже полностью согласен. Пока же Ангел едва не забирает конфига на ангаре. Конфиг, увы, успевает сменить свою позицию, но инфа по нему уже есть. И Бондик забирает его с другой стороны с девятки. Отличный энтрефраг. Да, пока там отвлекался на Ангела конфиг, отлично все делает Бондик. Правда, он теперь пришел к Аджунбе, а Ангел не смог, к сожалению, прикрыть своего тиммейта. Да, немного настрелял, но не так, как хотелось бы. Минус Майк, размена от Стика забирает Каджунба. Ну, и ситуация 3 в 3, минус девятки. Падает бомба, падает Стика, Ангел на размене. Ну, и нужно сейчас в будке выйти зажать МСЛа. Мэджик забрал зеро, да ладно. Ангел остается 1-2, у него 10 секунд. Бомба потеряна, шансов никаких для Карасева, увы, здесь нет. И МСЛ делает минус 3 в этом раунде. Трипл килл в его исполнении. В исполнении того самого капитана, который, наверное, больше остальных своих тиммейтов подвергается критике. В частности, вот и Хаус в аналитике говорил, что вот немножко не понимает он. Но сейчас МСЛ включился, по сути, выиграл раунд для своей команды. И теперь уже Халл Рейзерс остается без денег. Для той или другой команды раунд был за 2. Опять была вот эта ситуация у Ашеров, когда ребятам приходилось спешить на последних секундах. Вот вроде бы, вот пока этого не было, это только первый раз. Надеюсь, мы больше такого не увидим. Но вот есть такие проблемы местами. Бывает, команде не хватает времени на их все вот эти сложные задумки, перетяжки. И потом иногда просто приходится спешить. Ну вот, мне кажется, в свое время флипсай тоже на этом обжигались достаточно часто. Постоянно выходя на сверхпоздних таймингах. И действительно, иногда испытывая нехватку времени. Но, как ты и сказал, Халл Рейзерс точно должны пересмотреть это в следующем раунде. Но факт остается фактом. По всей видимости, первая половина команды Дигнитас все-таки уйдет. Не, ну это уйдет, опять же, вопрос того самого счета. Если еще найдут себе силы ребята из Халл Рейзерса, возьмут два раунда, то датча нам будет очень тяжело. Хотя, опять же, посмотрим. Пистолетка, которая может зайти от Дигнита за атаку, она тоже очень сильно может поменять весь расклад. Это очень такие простые могут быть три раунда. А там, с чем черт не шутит, может быть вообще очень быстро дожмут. Поэтому играть, играть и играть сейчас за каждый раунд, за каждый фраг. Тут и пистолетка, и вопрос в том, что Дигнита смогли просто придумать, скажем так, одну концепцию во второй половине в атаке просто ради одного этого матча. Ведь пусть это и Best of Fun, но мы отмечали, что матч важнейший для обеих команд. Все-таки матч на вылет, поэтому проигрывать его совсем уж никак нельзя, нежелательно. Да, ну тут, понятное дело, уже придется показывать атаку. И это будет ни один, ни два раунда. Четыре целых раунда уже затащила команда Халл Рейзерс. Но пока что действительно уходит первая половина команды Дигнита. Счет 8-4, остается три раунда до конца этой самой первой половины. И попытаются вот Ашеры, наверное, нам все-таки показать свой проверенный раунд. Друзья, это вот, скорее всего, наверное, мы сейчас увидим раскидку Аплента, возможно, дверь. Но раскидки плотные. Купили два Молотова, при том, что не у всех, ну вот, хватило даже на нормальные девайсы. Есть Галилл. Ну, Галилл, конечно, тоже нормальный девайс. По гранатам все плотно. Нет ни одной хаешки, хотелось бы отметить. То есть, ну, готовится действительно какая-то вот задумка. Какая-то заготовка. Посмотрим, что же Ашер сделает. Ну, вот они двое дверь. Слышим, бьются стекла на крыше. Один улицу будет заходить с мейна, как мы видим. Ну, и, в общем-то, там еще дверь, по идее, может быть, теоретически кто-то будет раскидывать. Ну, что же, ждем. Это будет быстрая атака. Может быть, где-то в минуту. Ну, вот любопытно. Один из немногих раундов, когда Ангел не пошел за счет смоков куда-то занимать андеграунд. Он сел в кармане улицы. Ну, и просто ждет каких-то контрподжимов, контролирует свою часть карты. И потом, если это будет выход на А, сплетанет своим тиммейтом из мейна. Ну, вот он и третий, да? В скрипе? Можно выходить, да, в скрип. По идее, да. Да, в три скрип. И стика. Отличное начало. Ангел не выпускает андеграунд. Вот она позиция сейвовая, которая сыграла. Но Hellraiser уходит в B через вентиля. Потрясающее решение. Какие жесткие. Они еще его проапгрейдили. Они еще и вниз ушли. Ну, вот работает. Видно, что работает команда. Красавчики, конечно, ничего не скажешь. Ну, что же, проблемы у MSL большие. Ну, тут проблемы были у Zara. Zara просто не смогли забрать. Его тиммейты заходят с другой стороны. Zara здесь, скорее всего, умрет достаточно даже быстро. Его забирают большинство. Однако по-прежнему у Ашер. У Ангела потрясающая позиция для того, чтобы просто взять и закончить раунд. Так и получается. После килла по бондику отлетает MSL. Каюн забирает Ангела. Ситуация выравнивается 2 в 2. Да ладно. Так можно и доиграться. Опасная ситуация. Очень нагло работает стикер. Размен 1 в 1. И его давит Мэджикс Бой. Прифайер ужасный. Мэджикс Бой успеет. Нет. И нет. Все-таки не успел. Дал даже две попытки дефьюза. Может быть, бомба просто раздефьюзилась бы сразу. Но нет. Отличный раунд. Вот как-то знаешь, постустановленные бомбы. Hellraiser несколько растерялись. Согласись. Все-таки ситуация была, по-моему, 5 в 3. И вот так вот выходить на 0 в 1. Пострельбение пошло. Обратите внимание на фраги. Выпадает сейчас молодой и юный Смайк. Видимо, все-таки действительно мало нюк играл этот парень. Но я бы сказал, выпадают все на фоне стика здесь. У которого 20 фрагов. Да, да. Потому что у ближайшего преследователя десятки нет. Смайка мы увидим в защите, друзья. Однозначно. Либо авик, если будет экономика. Но этот парень должен хорошо принимать своих оппонентов. Вчера он порадовал нас своей игрой на карте кэш. К сожалению, там чуть-чуть не хватило парням. Опять же, дожать не пофа. Пока что Зера дает энтри фраг. Размен. Смайк хорошо забрал. И МСЛ и Ангел. Проблема в дымах. Его сейчас спину могут забрать. Выходит конфиг. И да, это случилось. Вот переигрывают парни друг друга каждый раунд на улице. Конфиг, Ангел. Это действительно интересно. Но пока ситуация 3 в 3. Интересный двойной поджим от Каджун. Боего тиммейта был на радио. На конфига открывается Зера. Это было лишним. Ведь бомба ставится пода. Не успевают забрать Смайка. Но его надамажили. 52 хп остается у этого товарища. Его пытаются забрать. Он живет с другой стороны. По-моему, радио тоже поджимается. Зажались, зажались. Ашеры в будке. Сейчас их просто здесь растушат со всех сторон. Вот опять же, отлично сыграли. Все правильно сделали. На улицу. Ну и позиции. Позиции, конечно, конфига шикарные. Вот обратите внимание. Там дым. Парень подстроился под красный. Залез на ящик. Принял мейн. Ну, куча, куча работы делает парень по ходу этого матча. Ну и очередной важнейший раунд. Сейчас берут Дигнитус. Было бы этим парням тяжеловато, конечно. Если сейчас бы еще Ашеры отметились еще одним за атаку. Увидим. В любом случае, этот раунд будет последним в первой половине. Радует, что Холлорайзер смогли установить бомбу. Это дало им дополнительный буст по экономике. За счет этого они вот купили некоторое количество гранат. И даже на 2 ОМП хватило для Смайка и для Зеро. В общем, такие раунды... Возьми этот раунд. Это 8-7. Вот с такими пистолетиками бегали бы Дигнитус сейчас. Вот в этом последнем раунде. Но, увы-увы. Такова жизнь. Не зашел раунд. Все-таки конфиг, ну согласись, сыграл идеально. Просто на этой улице. Он не пропустил Ангела. Ну, он сделал раунд. По сути. Один первый фраг в спину, второй фраг через дымы, когда соперник смотрит на него, но не видит его. То есть там просто вот мастер... Ну, этот раунд, который вот Ашер уже не могли взять, потому что конфиг все сделал правильно. Что ж, пока же Рубина вновь дает энтри. Вновь по Ангелу. Бондик разменивает Рубина. Что же Ашер делают? Просто пытаются выйти на точку А, но пока слишком зажато, по-моему, играют в вагоне. Там дым залетел просто, и он остановил весь этот выход с будки. Смайк отвечает, но дальше конфиг тушит своих соперников. И это 10-5, друзья. Двойное преимущество команды Дигнитас после первой половины. И вот самый главный вопрос. Хватит ли этого команде Холлрейзерс или команде Дигнитас или нет? Ну, пять раундов это необходимый минимум. Скажем так, необходимый минимум Холлрейзер взяли. Сейчас можно выигрывать пистолетку. Первый девайс на это будет временная ничья 10-10. Поэтому все не столько катастрофично, интересен. Интересна, конечно, статистика стика. 20 фрагов, при том, что у конфига 19. Так это в защите, это при том, что соперник в два раза больше раунда взял. Это впечатляет. Лучший фрагер вчерашнего дня сегодня пока что не включается. Это товарищ, конечно же, Ангел. Ну, Нюк тут тоже специфическая карта. Время довольно раннее. Первая игра тоже для профессиональных ребят не всегда самая простое. Все прекрасно понимаете, любят эти... И организм настроен играть вечером. И ночью. Например, Смайк говорил, что перед вчерашним игровым днем он поспал полтора часа. Команда очень плотно тренировалась. Сначала к Старладеру, потом у них был матч на Ильиге. И вот сегодня у них опять первый утренний матч. Действительно, это непросто. Это очень сложно. Особенно для игроков, которые привыкли только просыпаться к 2-3 часам. В общем, перестроиться. Ну, Ашеры буткемпятся давненько в Киеве. Поэтому, ну, сравнительно давненько, в общем-то, перед чемпионатом было очень много времени у ребят. И я думаю, все-таки все там хорошо. Особенно у Смайка, который дома. Как говорится, в Киеве. Ну что, пистолетка поехали, друзья. Атака Дигнитас. Пока что готовят какой-то, возможно, выход на точка. Возможно, такой же фейк сыграет по точку Б. Но Стика просто сегодня красавчик. Уже дает минус 2. Да, разменял его конфиг. Но Ашеры в большинстве и Мэджикс Бою досталось уже 43 хп. Стика полкоманды ровно покусал. Отличное начало. Интересно стоял Зеро. На прочек не собирался. Он даже стреляться. Тут же спрыгнул обратно на радио. На рампы. Дал инфу своим тиммейтам. Отходит обратно. Совсем не рискует Зеро. Он просто играет как командный игрок. Выход на позицию под девятка. Здесь Смайк. Смайка наказывают. Бондика тоже находят на девятке. Его пытаются поражать. Бандислав не делает важнейшие киллы. В меньшинстве остаются игроки Халл Рейзер с Ангел и Зеро. Это жесть какая-то. Ангел вообще тут вареный на точке. Остается... Где же ты родной тиммейт? Где же ты Зеро? Зеро тоже там как-то вот я не понял. Он ушел вниз. Побежал вот как раз сюда на точку. Ну да. В любом случае бы не успел никак там халпануть своим тиммейтом. Разве что подымался бы на рампах. И очень сильно бы рисковал выйти на троих. Ну что же. Смотрим. Выбивание уже от Ашер. Да и выбивание при котором нет выбора. Эту бомбу точно нужно выбивать. Но конфиг опять со своим 5-7 забирает Ангела. Это... Ну это ситуация 1 в 3. Для Зеро у него нет китов. И даже если он их подберет. Конечно сделать рефрага так быстро у него вряд ли получится. Он даже конфига красного не забирает. В общем все. Я не знаю как это сделала команда Дигнитас. Это просто жесть. Стика минусует двоих. У третьего остается 43 хп. И это переворачивает команда Дигнитас. Ну браво. Датчане конечно шикарно разыграли все. В чем дело? В том что игроки Хеллрейзер с под девяткой и на девятке не сделали ничего. Если Бондик еще один минус сделал. То дальше своих соперников принять не смог. Может быть Смайк сразу в лицо получил. Смайк сразу в лицо получил. При том что позиция у него тоже была хорошая. Но мне вот интересно почему и игроки Дигнитаса и игроки Хеллрейзер используют для контроля девятки именно юз. Ведь если вот так вот твои соперники просто по лестнице поднимаются в упоре. Очень тяжело. Как раз Бондик прикрывал Смайк там по идее на стеклах. А Бондик должен был здесь в девятке работать по соперникам, которые выходят на точку А. Но в итоге вы все сами видели. Там стрельба, какие-то мелкие ошибки зарешали конечно же. И два пистолетных раунда у команды Дигнитас. Я всегда говорил, что крайне сложно выиграть матч, когда ты проигрываешь две пистолетки. Практически нереально с равным соперником такое провернуть. Но увидим, на что способны Ашер. Они попадают в жесткую историю. Опять же мы все прекрасно понимаем. Теперь Дигнитас уже почувствовали кровушку. И попытаются закончить все очень быстро. Да, но Хеллрейзер профессионалы здесь важно понимать. Главное не терять веру. Потому что когда ты смотришь на счет, действительно руки могут просто упасть. Ведь это best of one. Зеро занимает позицию, которую на самом-то деле датчане могут и не прощекать. Ведь ангел будет байтить внимание на себя. Но датчане действуют хитрее. Они, давя некоторое количество гранат на рампы, просто отходят обратно. Каюнк напрягает улицу. Смайк пошел сжать. Это принесло свои плоды. Принесло интрифраг. Такой бы выстрел в пистолеточке. И все было бы просто шикарно у команды Хеллрейзер. Ну что же, выход на точку А. Здесь, может быть, получится два красных. Ну, а тут дым мешает пока что Смайку. Хороший размен. Стика минус Мэджикс Бой. Рубина забирает Бондика. Здесь жив Стика, но не успел нажать на кнопку. Да ладно, MSL. Но вырывается, вырывается с ЦЗшкой. Зеро. Получается сделать только один минус. Он облегчил Ангелу работу. Ангелу нужно тащить раунд 1-2. Но как же не вовремя. На него прямо из мейна открылся конфиг. Этот раунд несколько раз мог уйти Хеллрейзер. И так все. Вот поворачивается, знаешь, иногда просто не везет. Где-то с ЦЗшкой мог двоих забрать. Два красных соперника было. Получилось только одного. Где-то Смай красного не добил. Ну вот неудачи, неудачи. Стика не добил красного. Стика не добил. Вот чуть-чуть не хватило доли секунды нажать на кнопку. И забрать парня красного, который шел на него в упоре. Ну что же, 12-5. Не смогли все-таки забрать этот экономический раунд, ребята, из Хеллрейзер. Ну и второе эко. Смотрим минус Бондик. Очень быстро уверенный выход на точку. А ну это в стиле трейна. Выпад из сотки. Понимая, что полная эко будет у Хеллрейзер. Зачем тянуть резину? Можно ведь просто вывалиться на Юспы. Которые, скорее всего, тебя с Армором не отстрелят. И просто занять план. Ну там, когда с начала раунда прошло 10 секунд. Остались вдвоем. Теперь уже один стик остался в живых. Бедолагу Зеро просто зажали на радио. Да, замочили на приемнике. Там просто отпуцали их в стенки. Придавили. Но и остается стика. Да, попытается парень немножечко подпортить возможную экономику. Но Конфиг моментально его забирает. 13-5. Три раунда до победы команды Дигнитос. Ну а заранее напомню для тех, кто недавно подключился. Друзья, это второй день эсэллой лиги. Второго сезона. Конечно же, финалы в Киеве. Второй закрытый день. Завтра начнется все самое интересное и вкусное. Хотя нет, все самое интересное и вкусное началось уже вчера. Следующая игра GodSend NIP. Потрясающая. Просто будет игра. Должна быть, наверное, даже принципиальная для GodSend в первую очередь. Им же нужно заявлять свои права на шведский трон, на возрождение того самого шведского КС. В общем, хватает у нас сегодня интересных матчей. Поэтому будьте с нами до самого конца. Тем временем у HellRaisers одна из последних надежд. Полноценный бай со снайперской винтовкой от Смайка. Сейчас или никогда. Конфиг играет в стиле Ангела. Под Смаке он просто занимает андеграунд. Все нормально. Обычный такой момент. Правда, там должен быть кто-то из Словаков. Вот Стика уже в позиции. Как быстро проходит Конфиг. Вот если бы сейчас Стика не ушел вниз, мог бы и получить. Но, посмотри, Конфиг решил постреляться. Какой уверенный датчанин получил. От Словака выход на точку А. Принимает Бондик. Двоих забрал. Как он второй хедшот отправляет? Я не знаю. Любопытно, как Бондика не прочекали в этой, казалось бы, простой банальной позиции. Но это плюс для Хаудрайзерс. Отличные новости. Ясно, что Диги поставит бомбу. Но выбивание должно пройти без проблем. Ангел просто вываливается, как хозяин из дыма. Тут же получает очередь от Мэджикс Боя, который может забрать еще Стика. Он решил лезть просто в окно вагона. И в итоге умер. Ситуация 2 в 2. Рубина. Все-таки отлетает от Зера. Опять же, отличные новости. Мэджикс Боя без хорошего девайса. Но 3 фрага он уже сделал. Если Мэджикс Боя вытащит этот раунд, это будет Эйс. Эйс. И он забирает открывающегося Зеро. И на развороте минусует Смайка. Это Эйс в исполнении Мэджикс Боя. И проигранный в хлам раунд командой Хаудрайзерс. Тут наши аналитики потирают ладошки. И говорят, этот раунд нам на разбор. Итак, ситуация 4 в 2. Два игрока атаки внутри точки. Об этом знает защита. Практически, по-моему, они точно по одному. У них точно была информация. Ну и вот, двое не готовы. Врывается Ангел в дым. Выходит вторая дверь. И тут немножечко с опозданием. И еще двое где-то далеко. Что это было? Он сделал Эйс с фармгана. Ты понимаешь, с фармгана. Он сделал Эйс. Действительно, невероятно несинхронные действия. Куда полез Ангел? Куда полез его тиммейт? Просто в окно синего. Почему не выбить плент всем вместе? В общем... С какой болью шли эти раунды за атаку. Команды Хаудрайзерс. А у Дигнитос все просто. Пистолеточка. Изи. Дарим раунд. Ну, в общем, знаешь, вот после таких раундов, по-моему, камбеки уже не даются. Да, после таких раундов уже можно не собраться. Уже нужно думать о других играх и чемпионатах, о которых говорили сегодня наши аналитики. Сегодня Хаудрайзер сыграют в Фейс на другом чемпионате в онлайне. Нет, наверное, на лане сыграют. На лане другой чемпионат. Ну, сыграют они в пятером на лане, конечно, отсюда. У Фейса тут тоже находится. Они могут на лане сыграть эту встречу. Нет смысла играть по интернету. Ну, в общем-то, да. 15-5, друзья. Ну, в общем-то, где-то так и будет, наверное. Куча матчпоинтов у Дигнитос. В такую секунду чуть ли не каждому кейсеру кажется, что все пропало и нужно выходить сервером. Ну, посмотри, ангел просто вывалился с тика, решил, а не полезть-ка ли мне в окно. И причем у него было там три патрона. Он что-то пух, и на релоут уходит, и его загоняет просто очень смешно. Ну, опять же, вот мы говорим об ошибках Хаудрайзерс, но Маджикс Бой сделал эйс с фармгана и пистолета. Это же потрясающая работа. Маджикс Бой, браво, это новичок команды Дигнитос. Нет, он красавчик. Это очень молодой игрок. К нему вопросов нет, он сделал свое дело. Просто наказал. Поехали. Дымы, улица и очередной, а возможно, последний раунд в этом матче, друзья, проходит МСЛ. Опасно, тут пригинаются, пули свистят над головой. Конечно же, защита нашивает дым. Вот конфигу досталось на 50. Ну и ждем развития событий. Просто троица уже прошла безнаказанно. Все профессионалы. Бай у нас хороший, есть опять же снайперская винтовка, хорошие гранаты. Можно раунды выигрывать. Но мы видим, Дигнитос собираются сплитом заходить на точку Б. Два радио, три антиграунд. Стика дает энтрифраг, второй минус от зеро. Хорошее начало этой приемки. Понимает Англ, что кто-то еще должен быть на радио. Параллельно с этим Смайк забирает конфига. В общем, опять, вот хотел бы я сказать, выигран раунд. Ну, скорее всего, это так. Стика минус от МСЛ, а Рубина красный, если он такой раунд вытащит. Не знаю, что будет. Ну, что сказать, друзья. Еще девять. Еще девять нужно тащить ребятам из Хелл Рейзерса. И расклад очень тяжелый. Если бы все пошло по-другому, вот зашли бы, взяли пистолет, взяли оружие и начали тащить, то вы понимаете, что, скорее всего, Хелл Рейзерс бы, возможно, и дотащили до победы. Но получилось так, как получилось. И теперь нужно просто тащить. У датчан все шикарно. Пока что. Огромное преимущество по взятым раундам. Наиграли для себя датчане. Команда Дигнитас. Им, в общем-то, и бояться особенно нечего. Даже если Хелл Рейзерс каким-то образом возьмут все оставшиеся раунды, то им придется играть еще и овертайм. Соответственно, вы понимаете, насколько это маловероятно. Но в каждом раунде, с другой стороны, ашерчиков бай будет очень хороший. Здесь они даже потратились на три молотова, на четыре кит-пакета. И конфига еще и сейчас должны забирать. Ангел точно понимает, что кто-то есть. Но вот немного не везет ему. Оставляет конфига красным. Мастер тайминг просто. Ну, Ангел вчера космические минусы показывал нам прострелы. И не только вчера. И постоянно он такое демонстрирует. Ну что же, друзья. Очень зажата сейчас будет игра в исполнении Хелл Рейзерс. Опять же, нет ни права на ошибку. В такой момент ты не можешь себе позволить, опять же, и лишний раз рисковать, и где-то поджать, и где-то просто выпасть агрессивнее. Иногда зажимаешься психологически. Но посмотрим, как получится на практике. Минус два от Стика. Минус от Каджунба Бондика. И, конечно же, раунд заканчивается. Второй матч-поинт отыгран. Но мы все ждем, ждем. Наверное, вот когда на 10, да, выйдет команда Хелл Рейзерс, там уже и начнется. Да ладно, мы уже ждем счета 15-15. Тут уже должны быть уортаймы. Но Дигнитас, дело в том, что не должны отдавать нюк. Я уверен, что у них есть одна, вот знаешь, какая-то заготовка, которая просто работает. Вот есть такие раунды, которые ты просто можешь сделать, и вот один для себя всегда обеспечить. Это еще одна проблема для Хелл Рейзерс, которым тоже нужно будет считаться. Хелл Рейзерс за спиной, там и Ами, и Джонта. И эти два парня, я думаю, там по косточкам разобрали игру команды Дигнитас. И все их там, все основные эти раунды, и опять же, начало раундов, по которым можно понять, что делает соперник, все знают. Согласись, ведь Дигнитас тоже не просто так вышли на карту нюк. Ведь они понимали, что у Хелл Рейзерс эта карта достаточно сильна. Значит, она должна быть сильна и у Дигнитас. Ну вот парочку, знаешь, каких-то фирменных раундов, которым не могут аналитики подготовиться. Ну вот один из них сейчас будет, как мы видим. Подстроился под проброс гранат Рубина. Конфиг уже готов. На крыше, по-моему, есть игрок. Также Готовченко к атаке. Мэджикс Бой будет как-то интересно прокидывать будку. Посмотрим. Ну и вот они пошли. Раскидки. Несколько флешек в синий. Стика опять умудряется сделать энтрим. Минус по конфигу. Ангел на приеме. Серия разменов. В пользу команды Hellraiser с Бондик вновь тушит двоих. Это вновь проваленная атака. Команда Эдигнита с Кэджун Би может рассчитывать только на клатч. В общем-то, он уже начинает этот клатч. Забирает Бондика. Личный хэдшот. Сам не спешит. Времени еще достаточно. Может быть, забайтит Зеро на агрессию. Но нет, Зеро тоже не так просто. Пока загоняли Бондика, Смайк пытался вроде бы как-то ему суппортить. Но в итоге не получилось. Он давал Молотов на выход из будки вниз. Понимая, что там лежит бомба. Но вот это как раз моменты Бондика и убили. Лучше бы он в девятке там зумился. Но ничего страшного. По идее, даже не доработать. Хотя, опять же, один в два. Это крайне опасно всегда. 23 секунды на таймере. Бомба за спиной Каджун Ба. Ну, понятное дело, он пытается хоть кого-то выключить, чтобы остаться в ситуации один на один. Но это крайне сложно. Аккуратно действует Hellraiser. Опять же, уже ошибаться нельзя. Все, наошибались. Хватит. Ну, Каджун поставил бомбу не под девятку. Это хороший знак. Смайк просто открывается. Но Каджун как хорошо-то был готов к синему чуть-чуть. Буквально ему не хватило. Повесил хэдшот Смайку. Кто знает, чем бы все это закончилось. Что ж, мы уже отмечали неоднократно, что Каджун невероятно опытный игрок. Огромное количество клатча он потащил за команду Астралис. И за старый тег команды Дигнитас. В общем, он мог растащить и такое. Но благо, Hellraiser здесь уже не отдали. Смайк сделал ласт. И все хорошо. Все хорошо. Счет уже, казалось бы, не такой разрывной. 15-8. Понимаешь, что все равно такая ситуация. Вот сейчас серия раундов уже будет совсем скоро большая. Там 3-400 за раунд будет получать команда Дигнитас. А если они ставят бомбу, это 4-200. И просто можно получать чуть ли не каждый раунд на девайсах. То есть это очень тяжелая. Все равно история для Hellraiser. Hellraiser не бегут от опасности. Каждый девайс, но они могут выигрывать. Все будет нормально. Но не думайте, мы не топим, конечно, за Hellraiser. Дигнитас здесь объективно сильнее. Мы просто верим в чудо, скажем так. Пока же раскидки. И 4 игрока Дигнитас проходят по улице. Одного из них уже выключает Смайк. Хорош. По идее, должен был и бомбу увидеть сейчас. Хотя особо такая не супер важная информация. Но самое главное быстренько поменять позицию. Потому что уже оттуда с Абиком, наверное, не стоит стрелять. И там ловить нечего. Ангел очень интересный. Тут мансуется за Сиднем. Хороший тайминг. Бомба падает. Кирилл Карасев забирает двоих, троих. Вообще ломай круши. Но сейчас не стоит. 4. 4 практически. Да, Ангел помог. Все-таки трипл килл обеспечивает и одного еще заассистил. И вот, казалось бы, сложнейшая ситуация для Ангела. Ведь его зажимали с двух, а то и с трех сторон. Но Кирилл Карасев все разрулил. Это 15-9. Действительно. И вот тот самый счет, которого мы ждали. Уже 15-10. Уже, можно сказать, половина пути пройдена. Подожди. Десятые еще не взяли. Там 4 дигла. Все. Вот просто CSGO настолько жесткий. И вот просто один какой-то суперпро демон ставит три хэдшота. И все, закончилось для любой команды. От этого никто не застрахован. Действительно, с этим нужно считаться. Но пока на улице все хорошо. Ангел и Смайк вновь дают два потрясающих минуса. Отличное начало. При этом отлетают достаточно сильные. Ну, по крайней мере, достаточно сильный стрелок конфиг. Остальные игроки находятся где-то на нуле, под радио. Интересно, как будет действовать дальше. Самое главное, чтобы без хэдшотов с этих диглов обошлось все на улице. Опасно рампы. Но здесь Зерыч. Он спокойно справляется с двумя. Приходит Каджун. Вставит минус. Но пришел второй Словак на помощь. Ну, и, в общем-то, в принципе, связки Hellraiser вы понимаете. Там два Словака играют практически на всех картах на малых точках. Ну, на Б. Ну, не считая разве что оверпасса. Это там, скорее всего, Аплант можно называть. Ну, это вполне логично, что игроки, представляющие одинаковые регионы, играют в связках. Это, по-моему, распространенная практика. Смайк вот говорил, что сейчас есть некоторые языковые проблемы у него, в частности. Но зато, когда, знаешь, вот... Тяжело играть за Ашеров, потому что команда общается на английском. Общается на английском. Но зато, когда звенья, разговаривающие на одинаковом языке, остаются вместе, они разговаривают исключительно на своем родном. Поэтому, ну, в целом, мне кажется, это не так все сложно. Пока же 15-10. Полноценный бай у Дигнита. С Каджун поиграет со снайперской винтовкой. Кстати, очень интересная позиция. Через скрип он контролирует прямо вот улицу. Ну, правда, никто не открылся под его снайперский прицел, но попытка была неплохая. Да, вычислял там Ангела. Так, Стика проверил, нет ли никого за дверью, либо просто решил со старту разбить. Ну и перетяжка на улицу. Тут же бомба. Вон, втроем проходит вместе с Каджунбом, с АВП. Ну и, конечно же, мы прекрасно понимаем, какие связки стоят у Хеллрейзерс. Мы видим Ангела, который играет очень крайне закрыто. Ну и должен быть игрок, который его суппортит. Это, по идее, Бондик в девятке. Чуть-чуть даже поближе. Сейчас увидим. Ясное дело, что, коль скоро соперники проходят по улице, то именно Ангел здесь и должен быть движущей силой. Бондик действительно играл в девятке. Открылся крайне не по таймингу в этот самый момент. Каджунб его контролировал. Прифайр от Мэджикс Боя. Второй минус от Стика. Ангел тушит? Нет, тушит только конфига. Вот это решающий минус. Забрал бы сейчас МСЛ, оставались бы 3 в 3. А теперь Смайк и Зеро должны тащить два самых юных игрока. Как раз 17-18 лет должны решать такой, казалось бы, нереальный вопрос. 2 в 4 на Ньюке с поставленной бомбой. Смайк. Все, обнаружили его, но минус сделан. Зеро прекрасно понимает, что этот парень держит б-плент. Смайка тут же запирают смоком, не дают ему пройти по мейну дальше. Зеро тоже ловит молотов. Это дает понять, что Дигнитас примерно понимает, откуда соперники будут открываться. Значит, шансы резко поползли вниз. Зеро просто вываливается из вентилей. МСЛ тушит его с другой стороны. Смайк 16 кп. 1. И это победа команды Дигнитас со счетом 16-10. Совершенно заслуженная победа, как мы видим. Парни действительно подготовили Ньюку. Ну, знаешь, вот я скажу, что, наверное, все-таки главный залог успеха на этой карте выигранные два пистолетных раунда от команды Дигнитас. И именно они, по моему мнению, были решающими. Вот это как в старые добрые времена. Там тут самый старый древний Ковалл, который крайне сложно было играть за атаку. И если ты берешь пистолетку, ты уже прыгаешь и говоришь, все, катка наша, хотя только 1-0 счет в этом матче. Но, согласись, даже с учетом двух проигранных пистолетных раундов у Hellraiser сохранялись шансы. Но те самые ошибочные девайсные раунды, те самые невзятые, хотя имеющие возможность быть взятыми экономические раунды, мы тоже помним во второй половине, череда ошибок от Hellraiser, и вот так Best of One и выигрывается. Ну что же, команда работает, команда учится. Вот он и Джонта. Немножечко расстроен, но теперь на самом-то деле нужно, к сожалению, нужно забыть очень быстро это поражение, пока без разбора. Может быть, какой-то короткий разбор будет у ребят, потому что дальше игра против Фейс, битва за квоту на Айлиге. Это тоже очень важная вещь. Ну а у нас SLI League второй сезон, финалы продолжаются, друзья. Впереди еще и 7 матчей. На трех мы будем с Лениным, поэтому оставайтесь вместе с нами. Через небольшую рекламную паузу совсем скоро как раз и появится наша студия-аналитика, которая разберет все эти вот ошибки от коллективов, интересные моменты раунды. Возможно, покажет вам парочку веселых гранат от коллективов. В принципе, и Dignitas и Hellraisers, потому что там действительно интересные вещи показывали. Да, один даже веселый эйс с Фармгановым покажут, интересный. И ради этого стоит остаться на аналитику. Но мы совсем ненадолго прощаемся, никуда не разбегайте. Все самое интересное еще впереди. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-санаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баты команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП. Ком. Ты точно знаешь, кто победит. Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CSGOFAST. CSGOFAST.com – это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры, ежедневно более тысячи игр, 5000 игроков, 25000 разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дота 2 и Hearthstone, CSGO и StarCraft Самые масштабные соревнования в истории киберспорта среди национальных команд World Electronic Sports Games Чемпионат мира с общим призовым фондом в 4,5 миллиона долларов Регистрация для регионов Европы и СНГ открыта Финал из 6 по 9 октября в Киеве, Украина Выиграй свой слот для участия в финале Чемпионата мира Регистрируйся прямо сейчас Субтитры создавал DimaTorzok И вроде появилась надежда